Итак, мы продолжаем наш разговор о выступлении российских команд в Еврокубках. С вами снова Константин Калуцкий, и мы сосредоточимся на матче Локомотива и Лацио, где, к великому сожалению, ни московские холода, ни игра Локомотива в обороне, ни игра Локомотива в атаке не удивили итальянских соперников. Вот так вот, знаете, были у нас надежды, что вот после успеха Спартака в матче с Наполе, возможно, Локомотив как-то продолжит эту тенденцию, но нет. Снова поражение от Лацио, и таким образом Локомотив просто уже в катастрофическом положении, оказывается в групповой стадии Лиги Европы. В общем, давайте обсудим данную встречу, давайте проанализируем, что не так было с Локомотивом, и попытаемся сделать какие-то выводы. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор — компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод 2021Калуцкий, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Ну и, конечно же, мы начинаем со стартовых составов играющих команд. Первое, что все-таки нужно напомнить, это то, что у красно-зеленых катастрофическое положение с кадровым составом. Очень много потерь, очень много травм, и в результате, ну, сами видите, совсем еще юный галкипер Худяков появляется на позиции номер один. Кстати, к нему особо вопросов-то и нет, напротив, тащил как мог. Но сам факт того, что нету Гильермо, опытного галкипера, есть другие потери, нету там Жималединова, Зелыша вообще уже забыли, что такой футболист есть, как и Антон Миранчук, Макеева нету и так далее. Кто его знает, были бы все вот эти ведущие исполнители, возможно, получился бы совсем иной футбол. Но сложилось так, как сложилось. В центре защиты не оказалось Пабло. Пабло на скамейке запасных, и, возможно, все-таки стоило выпустить опытного защитника, но появились Едва и Мурило. Справа Нинахов, ненадолго, потому что вскоре придется его менять и выпускать вместо него Сильянова. Слева Рыбус в опорной зоне. БК-БК Байенов плюс Марадишвили в более свободной роли, со смещениями на фланге и так далее. В атакующей тройке Рыбчинский, Лисакович, и здесь же играет Каману. И обратите внимание, Смолов на скамейке запасных. Ну, как видим, не на 100% готов был или еще что-то. Но, я думаю, у Гиздоля будут спрашивать после матча, почему Федя не появился с первых минут. Вообще, что характерно, Пабло и Смолов, ну, опытные, сильные, качественные футболисты. Ну, я надеюсь, что есть объяснение, почему им предпочли других игроков. Так или иначе, Локомотив оказался в сложной ситуации, потому что Лацио, напротив, подошел к матчу во всеоружии. И даже и Мобили, вот этот звездный нападающий, который вроде как не должен был играть, он появился на поле. И вообще, состав Лацио оказался угрожающим. Большая часть ведущих исполнителей вот здесь, на поле перед нашими глазами. И Мобили, тот же самый, соответственно, Луис Альберто, тот же самый Лейва и так далее. Большая часть ведущих исполнителей на газоне. Главная проблема, которая могла возникнуть у Лацио, это отсутствие Чиро и Мобили. Но он вышел и регулярно забивал нам пенальти. Кстати, да. Знаете, такое ощущение, как будто судейский корпус, европейский, решил снискать с нас, так скажем, долги, которые накопились за последние два матча. Вот дали Спартаку пробить пенальти, дали пробить пенальти Зениту, и сейчас Локомотив отдувается за другие российские клубы. При этом, конечно же, многие сейчас недовольны арбитражом, но по факту, наверное, все-таки в обеих ситуациях пенальти были. Второй пенальти, я скажу, там, наверное, все-таки был точно пенальти. Да, там момент такой в динамике. Мне кажется, заехали по ногам. Там был 11-метровый. А вот первый момент. Там вот на тоненького, на самом деле, там нужно все по миллиметру высчитывать. Вы можете посмотреть стрим, который я вел параллельно с матчем. Но вот там я поначалу кричал, просто орал во всю глотку, не было пенальти. А потом с другого ракурса вроде как, может быть, и был. И в результате, после просмотра ВАРа, судья все-таки назначил. Короче, там нужно разбирать эти эпизоды. Но так или иначе, хотелось бы отметить, что Локомотив, как мне кажется, в этой встрече, он не заслуживал даже ничьи. Вот можно долго рассуждать про арбитраж, что нас засудили. Но, ребят, ну откровенно говоря, ну нельзя так играть. Слишком много ошибок, слишком много косяков. Сколько раз Худяков выручал и до пропущенных мячей, и после, когда там Петру выходил один на один. Ну нельзя так играть, ребят, нельзя. И да, можно искать отмазки, что состав неоптимальный и так далее. Но, блин, ну серьезно. Ну в атаке инициативы практически никакой не было. Нет же Малединова и Смолова вот этой ударной связки. И сразу как-то Камано теряется. Лисакович, ну вот один хороший удар сподобился, и все. Рывчинский, ну, наверное, рановато ему в таких матчах тащить команду. В центре поля толком некому креативить, потому что крыху века за каким-то хреном просрали в Краснодар. Простить заражение по-другому не скажешь. Ну вот, пожалуйста, идей впереди нет, а оборона косячит раз за разом. Только Худяков спасал команду долгое время. Но до бесконечности это длиться не могло. Вот, пожалуйста, два пенальти почти подряд, два удара иммобили в один угол, и получите, распишитесь. Ну и как вы посмотрите на статистику, 34 на 65% владения в пользу Лацио по ходу этой встречи. И да, я понимаю, что это достаточно характерно и для Сарри, тренера Лацио, и для Гиздуля. Потому что немец больше прагматик, Сарри всегда работает от владения. Но вы сами понимаете, на своем поле локомотив в том матче, где нужно атаковать и забивать мячи. Вот такую статистику показывает. Да, у локомотива, ну, скажем так, достаточно много ударов. По крайней мере, здесь нет такого преимущества у Лацио. Кто-то скажет, вот, посмотри, здесь статистика уже достойная. Но по ударам в створта полное преимущество на стороне Лацио. Сами посудите, 8-1. То есть все вот эти удары локомотива, по большей части, это вообще ни о чем. И, как я сказал, креатива никакого не хватало здесь. Ну, а главное, во втором тайме началась игра замен, а у локомотива толком и выпускать-то некого. Появился Смолов, да, но, знаете, здесь и Федя как-то растворился в итоге на футбольном поле, не смог переломить ход встречи. А больше выпускать-то толком некого, усиливать атаку неким. Снова у локомотива к решающим матчам Еврокубков нету половины состава. Вот это какая-то вечная проблема в прошлом сезоне. Я помню, мы и в Питере были, когда локомотив, по-моему, с Бавари или играл, или с Атлетик. Он, в общем, не хватало игроков тупо на заявку. На заявку не хватало футболистов. И вот, пожалуйста, сейчас то же самое. Не хватает нормальных игроков, чтобы хотя бы со скамейки было кого выпустить. Ну, а потом еще и третий мяч забили. И Педро, который был близок к тому, чтобы забить мяч сразу после второго галешника и мобили, смог здесь ловко со всеми разобраться. Забил еще один мяч, довел счет до разгромного. Короче говоря, грусть-печаль. Знаете, я, честно, я все больше задаюсь вопросом, а что это за мистер Гиздоль, за хер Гиздоль? Так же обращается в Германии. Не знаю. Это действительно не Гер, а какой-то хер. И не Гиздоль, а немножко другой. Здесь замените одну букву. На самом деле, я все больше задаюсь вопросом, а какого хрена реально Николича убрали? Вот у меня только одно объяснение, что ранок Николичу нужно было поставить своего человека, и все. А мне объясняли, что Николич ужасный тренер, он не выжимает максимум из команды, ну, теперь получили нового. Видимо, станет как-то лучше. Ну, а чтобы немножко хотя бы поднять вам настроение, каким-то образом, вот, скину песенку. Песня про локомотив при Гиздоле, которая была записана моим подписчиком и хорошим товарищем под ником Drowning Dog. Послушайте, песня веселая, надеюсь, поднимет вам настроение. А в РПЛ, как в РПЛ, тебя устроил, как сумел. А в РПЛ, не рубим час, уволят их, уволят нас. Гиздоль, подтянет, подтянет, комбат, немецкое сердце за русских ребят. Летят сухожилия и связки горят, и в ахере тренерский штаб. Гиздоль, подтянет, подтянет, комбат. Судья, пидорас, фанаты кричат. В атаку играем, и похер на счет. Надеемся, нам повезет. Играем в атаку, и похер на счет. Играем в атаку, и похер на счет. Играем в атаку, и похер, 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 похер на. По таблице полный мрак, Играет хуже лишь «Спартак». Но верим мы в счастливый час. А может, мы, а может, нас. Гиздоль, подтянет, подтянет, комбат, немецкое сердце за русских ребят. Летят с ухожилия, и связки горят. И в ахере тренерский штаб. Гиздоль, подтянет, подтянет, комбат. Судья, пидорас, фанаты кричат. В атаку играем, и похер на счет. Надеемся, нам повезет. Играем в атаку, и похер на счет. Играем в атаку, и похер на счет. Играем в атаку, и похер, 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 похер на. Играем в атаку, и похер на счет.